Всем привет, я Адонис, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Мертвые цари и красивые вещи. Для мятежа Адонису не хватает ключевого элемента мятежников. Он отправил Алексиоса на поиски тех, кто готов примкнуть к нему. Местью предстоит очистить разум воинов, находящихся под властью Персифоны. Ну что, пойдем к родственничку. Я освободил двух солдат, их разум из плена Ису. Я удивлен. Прежде я был уверен, что тебя прислала Персифона. Зачем? Соблазнить меня. Запутать, заставить забыть мою любовь. Но я попросил ослабить власть Персифоны, и ты сделала. Попросил привезти воинов, ты привел. Блин, насколько извращенно это будет выглядеть, если я выберу второй вариант. Это будет пипец полный просто вообще. Всего лишь пришлось рискнуть жизнью, чтобы ты поверил мне. В Элизии все носят маски. И когда умелый воин внезапно решает помочь мне сбежать, разумеется, я вижу в этом подвох. Нужно найти больше воинов. Мои лазутчики как раз видели неподалеку героя Спартанца. Он нелюдим, но и Персифона не смогла поработить его. Если он примкнет к нам, победа неизбежна. Как я его узнаю? Поверь, это будет не сложно. Освободи их разум, остальное приложится. Значит, не сложно будет, да? Это интересно. Что же там такое? Ровно на одинаковом удалении от всех точек придется идти. Блин, почти в скалу. Вот этот прыжок был. Грибальная лодочка. Я надеюсь, не Леонид. Да ладно. Дед. Чтоб меня. Охренеть. Леонид? У тебя глаза, как у моей дочери. Ох, какой у нее голос. Хоть что-то уцелело в тот день. Откуда оно у тебя? Мне дала его моя мать, Мерин. Я хочу попросить о помощи. На поле битвы. Я обрел покой. Зачем мне битвы? Боже, как томно он говорит. Каждое слово прямо проникает в тебя в душу и затрагивает самые глубокие чувства. Мы семья. Всю жизнь мне рассказывали о дедушке. О царе, который плюнул в лицо богам и пронзал копьем всех, кто угрожал свободе его народа. А теперь за свободу сражаюсь я и прошу его о помощи. Используем преимущество местности. Так ты ей поможешь? Сперва сразись со мной. Ты сын Мерин. Покажи, чему она тебя научила. Главное, не сын отца своего, а сын матери. Это мать тебя научила всем твоим боевым действиям. Батя-то, фух, что? Чему мужчина научит? Борщ варить, что ли? Вот женщина. Это сильно. Скотина, пинком меня сразу вознаградил. Я тоже так могу. Вообще-то я не могу так. Блин, я убрал пинок. Холера. Ну, получай, дедуля. По заднице тебе. Любит отпинать. Жанин не кричит. This is Sparta. Скотина, он быстрее меня. Давай-ка вот так вот. Ха-ха. Достойно. Да, очень. Вот как он таким голосом прямо во время сражения говорит? Ха-ха-ха. Холера. Да блин, не дает там удар есть? Связки такой крутой. В смысле? Я его заморозить-то хотел. Давай, я жду. Блин, не дает блоком пользоваться особо. Вот так вот себе. 108? Или за тебя тут готов умереть за них? Ха-ха. Нет. Да блин. Мастер пенделя. Да. 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 Враг, что стоит в руке смерти, самый опасный. Хорош. Давай. Жаль, тебя не было при фермопилах. Да, при фермопилах вообще было мало людей. Я рад, что копье у тебя. И я помогу тебе. Даю слово спартанца. Спасибо тебе, дед. Я не понимаю, почему меня так населит этот голос его. Такой томный-томный. Я просто представляю сразу, как этот актер записывал так, прямо прильнув к микрофону, чуть ли там не облизывая его. Пташки персифоны. Вот он, типа, прогоняет меня. Пошел, пошел вон отсюда. Ты свое получил. Оставь деда. На, кстати, у меня очко способности. Ммм, третья. Прекрасно. Так, а что там было еще? Какое-то усиление зеленое еще было. Так, и можно еще усилить. Позволяет призвать быка, который бросается на врагов, сбивая их с ног и нанося им 400% урона воина. Вау, ядрить, колотить. Вы только посмотрите на это. О май. Хорош, хорош. Так, куда там дальше? А, отдельное задание. Освободи их разум, остальное приложится. Освободите разум людей в вере Миноса. Ага. Я думаю, постепенно это выполнится тоже. Так, можно пойти к Адонису, но я думаю, пора вот это задание сделать. Хранители Кирос. Найдите, освободите Кироса. Вы рискуете испортить отношения с Адонисом? Постараюсь не портить. Наденьте, шлем ИС уже сделал. Причем шлем элитного бойца, ИС. Это вам не хухры-мухры. Ух ты. Асфоделевый доспех. На полях Элизия повсюду встречаются необычные белые цветы. Их сияющая сила наполняет и этот нагрудник. Угу, это комплект первая цивилизация? Вау. О май. Славный доспех. Может когда-нибудь я и соберу этот комплект. Эх, мечты, мечты. Так, нам сюда. Можно отсюда идти. Эх, зараза, он плавать не умеет. Никчемный конь. вот он на постараться никого не убивать идеале ночью надо прийти но боюсь тут это нереально да нельзя медитировать находясь симуляции тут постоянно день холера а ну что у нас мастерская работа сюда смотрит вот а нет все хорошо у тихо у тебя жезл и раз меня прислал гермес мастер ключей предсказуем с этим не поспоришь слушайте идеально получилось прямо надеюсь он спустится все супер где ты взял жезл моим отцом был пифагор кое-что стряслось теперь жезл у меня правда значит мы семья я хорошо его знал знаю сюда персифона ждет сама персифона все будет проще чем я думал постой что будет проще что будет проще руха шатил и словности игровые пока не дойдешь ничего не скажет ах как же красиво какое-то освещение ладно кирос ближе к делу ты сказал что все будет проще чем ты думал раз уж мы практически семья буду честен я соратник адониса но тебя пленили люди да и гермес узнал об этом именно тогда когда персифоне внушили что ей нужен защитник ты все подстроила используешь гермеса чтобы подобраться к персифоне а ты не так прост у меня было четыре сына и все воины когда погиб третий я почувствовал лишь вину слишком сильно скорбел по первым двум ну и когда погиб четвертый моим другом стала грусть больше мне было некого оплакивать воины несут не мир а скорбь а ты рассчитываешь предотвратить войну подобравшись к персифоне можно убедить ее сдаться или отвлечь чтобы адонис сбежал лишь бы не война но прежде чем пойти к персифоне я должен подтвердить что все получилось ты со мной вот как все равно все против персифоны направлены только быстро у нас встреча с персифоны и гермесом они ждут думаешь ты можешь спасти жизни не знаю что такое смерть в элизии но страдание вечное и я могу положить им конец давай убейте смертных окей вот это четенько было вот и все идем дальше может адонис отступит узнав что план сработал скорее кирос вернемся к гермесу пока персифона не раскрыла нас по слухам персифона испытывает новичков а я очень вспыльчив если начну краснеть придумаю что-нибудь давай давай ну погнали хочу это он ко мне залез интересный окей видимо тоже хочет этом коне прокатиться дебильный чего он такой шубе ды где ты был нельзя заставлять персифону ждать возникли сложности нам пришлось задержаться гермес я свободен благодаря тебе царица будет признательна тебе за мою службу будь уверен я об этом позабочусь сами с ней объясняйтесь она ждет я объясню что это моя вина а не твоя прости что не поблагодарил кирос могучий защитник спасибо еще раз хайра гермес хранитель меня ограбили в смысле что значит ограбили а это следующее задание уже настали темные времена преступники посмели ограбить меня что они взяли я смастерил ключ рецепт вечного огня если угодно хотел преподнести его персифоне с ним она сияла бы даже в царстве мертвых не важно кто правит но если ты дашь ей огонь ты рискуешь сгореть ты не понимаешь персифона хочет защитить нас от ужасов царства мертвых огонь помог бы ей запиши рецепт еще раз я писал его вечность нельзя чтобы люди использовали рецепт против персифоны хранитель алексиус его нужно вернуть я верну рецепт но только потому что никто не должен обладать огнем который не гаснет времена отчаянные над золотыми полями сгущается тьма сказал же верну а спасибо ты стал моим другом и союзником рецепт вечного огня больше похоже на миф мы начали писать рецепт с твоим отцом он реален как опасность которая грозит нам ради персифоны ты готов на многое но это невзаимно люди строят козни против нее и она страдает а с ней страдаем мы все гермес ты не думаешь что она использует тебя о нет ей просто нужно надежное плечо мое жалкий френд зонник надо его в борделе отвести это лучшее лекарство я найду воров и верну рецепт а большим не прошу но они отомстят если ты устроишь переполох действуй скрытно понятно это я умею рецепт вечного пламени значимая с и парень со царицы без царя похоже на это место дары персифония ладно сейчас не время нет и не здесь вот здесь от наверное до усыпальницы царицы без царя гермия спросил действует скрытно кей верный птах осмотри это место очень большая территория там снизу видимо заразая скрытно должен был действовать так на переиграть здесь бдительные страшники так нельзя что вы меня заметили он стоит ублюдок а я могу залезть так а где эта цель все-таки скорее всего там сверху ух будет непросто на действие скрытно но убивать я так понимаю могу просто тихо это делать ну так вот зараз их-то много нет ублюдки ну да ладно тебе показалось там никого нету зараза ага колоссы где же это пламя ходит и ищет меня мерзавцы так так и очень плохо что я не вижу цель свою не примерно знать куда двигаться на скорее наверх туда на назад эти куда ты ешь туда смотрел алекси ос алекси ос алекси ос ух ты не быстро будет ну что такое алекси ос чет это перебираешь ручками надеюсь я не ошибся цироса на всякий случай а таланта охотница вот она пока что это одно из самых сложных заданий во всей игре где цель почему я не показывает что рядом она а вот наконец таки увижу да ладно внизу там то есть я зря поднимался до вверх вижу вроде был там разве там не был тех на глаза не попасться в ты блюдки холера хорош были многовато их тут можно конечно способностью попробовать убить но это рисково урона не хватит тем более там золотой есть один дождать пока уйдут или как-то пролезть это внизу там смысле он вниз смотрел остальные смотрели в ту сторону как так вот как он меня увидел просто сидел вниз смотрел хорошо развита периферическое зрение похоже на мазню безумца но записи порвали где остальное последние слова мятежника они называют нас гостями но мы пленники мы разделили ключ к вечному пламени гермеса между собой никто не должен его найти знаю что смерть в элизии это не конец мне страшно жаль что брата нет со мной он бы что-нибудь придумал брат теперь наверх это блюдство холера полезли по отвесной стене мне тут он не может сады даже алексиус не может не смог нету такой стены по которой не залезет алексиус даже царь стена не устояла действительно очень сложное задание ай там еще одна цель поле а там еще сидят зараза и и и и и и тихо не дышите в эту сторону смотрит как же тут залезть а а вот и проход эти ублюдки не разбудить бы вау лук стремительного полета ну-ка мистические ветры элизия не имеет ничего общего с четырьмя ветрами мира живых их таинственная сила наполняет стрелы выпущены из этого лука критические попаданию сильных выстрелов из лука отбрасывает врага уау у май урон меньше надо попробовать пользоваться но пока что оставлю то что мне сейчас важен урон убийцы очень честь рецепта ничего не написано просто на если вы тут вверх полезте только вниз он сидит сюда смотрит ублюдок зараза так нам туда чем дальше тем сильнее напряжение представляете сейчас испортить все заново проходить сохранение то не было можно за границы карты выйти вот этой территории сохранится ладно никого рядом нету тут блин нет нет ну я надеюсь он не успел сообщить никому не все хорошо здоровьях идет зараза так нам туда вот он цели для прыжков такие какие-то неправильные нестандартные выбирает зачастую вот сандре стал дед ублюдок знает куда смотреть читер волл хакер буду надеяться что хватит урона да ладно не хватило урона не все окей просто давали возможности вот это вот атаковать да вообще способность это помогло все все собрал можно уходить отсюда чистая работа лев с мячом футболист все сохраняюсь это было реально плотно теперь можно поменять лук надо будет его зачаровать да наипотнейший пот наиболее . там не открыл ох неужели добрался как же долго это было красивое место блин да а где . осмотра надо открыть второй раз я не хочу сюда лезть какую красивую трещину выбрал гермес посмотрите лук мы должны вернуть рецепт кстати вот держи ты избавил этот мир от страданий тебя не заметили конечно нет но славно значит они не будут мстить и я оставлю записи себе мятежники могут использовать эту силу чтобы придать элизии огню что ж разумно разумно если ты поклянешься защищать эту тайну ценой своей жизни я буду знать что персифона в безопасности мне нужно кое-что сделать гермес я пойду мы встретились с друзьями если разразиться война я хочу быть твоим союзником хороший мужик дуроватый немножко главное если ты поклянешься алексия с такой немножко головой помахал и тему поменял хранитель и убийца так по очереди будем делать теперь к гекате получается все точки открыл да вроде все крутяк теперь дело побыстрее двигаться будет такие задания получается где больше всего времени на то чтобы дойти до места уходит конечно территории красивые ну так но давай надоедает бегать они же должны были понимать что до того как проходить это дельси человек проходил основную игру а до этого еще оригинс набегался уже так что по горло сыт ты смотри цветочки поливает твое время вышло что дальше ты не сдаешься славно чтобы ослабить власть персифоны тебе нужно посетить еще одно место и выполнить еще одно поручение ее преданные почитатели собираются на вилле у объятий персифоны самые отвратительные люди в элизе исполняющие все ее прихоти они одурманены я бы сказала что они одержимы они одурманены но ты ошибаешься если думаешь что сможешь спасти этих людей ее власть над ними слишком сильно прежде ты помогала людям а не вредила я помогаю тем кто помогает нам и мешает тем кто мешает нам неужели это так сложно как расправиться с почитателями персифоны я предлагаю отравить в вино к несчастью рискающий поблизости волк съел остатки моего аконита нужно убить его и извлечь яд из печени проникнуть на симпосий будет не очень трудно но когда попадешь туда постарайся не выделяться из толпы одержимых персифоной я достану яд и проникну на симпосий не волнуйся после того как они начнут пить у тебя будет время сбежать удачи так но это уже интересно звучит не просто прийти там кого-то убить а целое мероприятие может с кем-нибудь познакомлюсь там коней ты можно найти в приюте ферра и вот здесь вот к северо-западу от тропы гипноса север-запад где-то здесь а рядышком ух ты статуя стервятника а а а а вот и где волчара матеры ну что убить их я думаю тут без вариантов придется убивать энергия закончился хотел бы к призвать попробовать ну-ка ну неплохо на животных огонь там сильнее действует он напердел скотина хорош вот и я пришло время отправляться на симпосий очередной волк отравитель когда накормил собаку дешевым кормом поэтому не экономьте на корме ух ты там мы уже бывали славное место вот они верные фанаты а не будет диалогов каких-нибудь там персифона настолько красивая даже смотря на нее я уже схожу с ума от счастья не хватает этого всего вообще какой-то деталек не хватает вот они крутой мир сделали вроде бы персонажей таких интересных но относительно для этой игры но деталек не хватает новенький впервые на симпосии почитателей персифоны эм да не переживай так общайся с гостями а потом мы выпьем за вновь прибывших о если ты растерялся обсудить с остальными кто больше подходит персифоне гермес или адонис это займет целый день конечно адонис кто может быть прекрасней почему они все молчат хоть бы чуть диалогов придумали бы блин писишек это же круто создает атмосферу сразу а так они просто болванчики не знакомец как думаешь кто подходит персифоне бог или человек конечно адонис адонис он любимец персифоны прежде я бы согласился с тобой но всем известно что в последнее время адонис стал якшаться с людьми она достойна лучшего джераса никто не может быть лучше адониса ты чего это адонис вновь разбил филоку пытаясь покинуть элизии и персифона подарила ему дивной красоты лодку когда этот глупец поймет что они идеальная пара это как это сериал обсуждают не а а а а а а а разреши наш спор мы узнали что персифона расширяет свой дворец ей стоит двигаться на запад или на восток ух ты так надо подумать кто у нас на западе у нас гермес на востоке геката хрен ее знает пускай на запад думаю на запад спасибо на западе она сможет любоваться минойской архитектурой тут походу дело все равно было приятно проводишь время чем занимаются почитатели персифоны почитает персифону развлечься мы обсуждаем жизнь персифоны воздвигаем памятники в ее честь устраиваем симпосии мне нужно идти но вот этой заданице неплохое такое оживляет этот мир слава персифоне вы убийцы и лазутчики персифоны так ведь что нет персифона не допустила бы такого ты не туда пришел и что значит вы надо сказать мы познакомлюсь с остальными рад видеть познакомлю так сюда я уже отливал да ну в смысле из фляжки свои отливал ты слышала что персифона не пригласила аида на свой грядущий божественный симпосий и правильно он пленил ее развлекаешься вы берете новичков конечно мы всегда рады новым лицам всем кто готов говорить о персифоне целыми днями приятного пира на твердом камне я не думаю что там удобно слухи старые но как ты думаешь правда что геката хочет занять место персифоны так и есть на самом деле говорить ли ей об этом какая разница скажу слеп тот кто не видит что геката пытается захватить власть над элизием персифона слепа что ты такое говоришь благодаря ей элизи процветает она дальновидна ты смотри что она увидела моих словах то есть никак нельзя порочить даже косвенно персифону вернитесь к лидеру почитатели а кто там лидер хоть бы робот гедонист нет я готов выпить знаешь все восхищены твоим умением поддержать разговор и столько знаешь о персифоне идеальный кандидат они не такие коварные как описывала геката это геката коварная да что клизма давайте выпьем за наших новых друзей нет вино я в общем оно отравлено а мы так тепло тебя встали встретили ты нам не друг стража я спас вас зараза пусть геката все объяснит симпози прошел не так как ожидалось кажется меня обвели вокруг пальца о конитовый клинок отравленные 173 тысячи опыта вау вот это я понимаю на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи и и Субтитры создавал DimaTorzok